Лекции прошли на 75 площадках города в рамках единого информационного дня в центре в администрации района. Новый проект по предложению главы города разработан управлением по здравоохранению. Рассчитываем, что он будет долгосрочный, он будет обрастать новыми практиками. Где-то люди начнут заниматься на наших тренажерах, мы рассчитываем, уличных. Где-то будут использовать методы китайской зарядки цигун. Я условно говорю, где-то метод ходьбы скандинавской и так далее. Любая активность, которая способствует именно оздоровлению населения пожилого возраста, годится. За основу был взят опыт Японии, где средняя продолжительность жизни населения 80 лет. И где люди стараются исключить из своего лексикона слово «нет» и вообще лишний раз не волноваться. У сочинцев тоже есть возможность в городе здоровья жить дольше. Сохранить ресурс здоровья и активность каждый способен сам, если смотреть на многие, даже проблемные вещи, без агрессии. Когда мы не тратим свои нервы, эмоции на агрессию, на проживание гнева, конечно, мы этот энергетический запас составим для того, чтобы жить дальше. Каждый из присутствующих получил анкету, ответы на вопросы которой помогут дальше разрабатывать проект «Активное долголетие». Это только начало. Результаты такой работы – улыбающиеся счастливые пенсионеры, которые, уйдя на заслуженный отдал, будут активно участвовать в жизни нашего города, общаясь с детьми и молодежью. И которых можно будет увидеть не только в магазинах и поликлиниках, но и на спортплощадках, в парках и скверах, на праздничных мероприятиях. В Сочи их проходит большое количество. Гелена Овсецина, Николай Дихонов, телекомпания ФКТ.